Нина, ну как там Артём? Он даже не стал со мной разговаривать. Ну, а как сюжет? Придумали? Нет. Поэтому я и пришла. Дина сказала, чтобы ты шла в институт помочь Метёлкину. У них там всё горит. Короче, нужно успеть всё до трёх. Так я уже иду. Почему я такая никчёмная? Нас двои идём и в разные стороны. Но вдруг, обернувшись, я вижу себя. Но кто я? Скажите мне, если всё равно. Это всё, что возможно, и есть у меня. Но я хочу быть живой, что бы это ни значило. Я хочу быть собой. И жду, и помню, и плачу. Я хочу быть живой. Это сердце во мне. Это бьётся любовь. Настоящая. На-на-настоящая. Где ты бродишь? Я заждалась тебя уже. Я иду в УЗТВ. А мы ж по магазинам договаривались. У меня важное дело. Блин, а чего я тебя жду, как дура? Я не знаю. Ты блин. Девочки, а это для вас. Спасибо. Вообще-то кофе вредно. Но если очень хочется, то можно. Игорь Андреевич, на минуточку. Ну, мы это потом обсудим. Прошу. Кофе. У меня небольшой разговор. Пожалуйста. Я стал замечать, что один из наших преподавателей неравнодушен к студентам женского пола. Что вы такое говорите? Да-да, Игорь Андреевич. Сам видел. Я надеюсь, вы никому об этом еще не говорили? Нет. Я собираюсь вынести этот вопрос на совет. А зачем сразу на совет? Выбивший факт, Игорь Андреевич. Если ты кому-нибудь об этом вякнешь, я тебя уроню. Да-да-да-да, я никому. Я же не снул стул со Скворцовым. Таким нахрен с Скворцовым. Что ты мне приписываешь? Подождите, я совсем запутался. Если вы со Скворцовым не это. Мы со Скворцовым не это. Да что вы его так защищаете? А, так ты все это про Скворцов говорил? А про кого же? Правильно. Конечно. Полное безобразие. Так увидишь Ольгу Алексеевну, так и скажи. Физрук, мол, сказал. Держи. Полное безобразие. Спасибо за поддержку. Не за что. А вот на совет факультета, мне кажется, выносить это не стоит. Надо и с ним лично поговорить. По-товарищески. Я ему все объясню. Я им так скажу. Нехорошо, мол, в тайне от своих, на глазах у всего факультета и так далее. Хорошо? Вообще-то кофе вредно. Нинка, привет. Привет. Я Нана. Ух ты, а как на Нинку похоже. А где Нина? Нина дома. А я иду в Уставо придумывать сюжеты Метелкина. Да плюнь ты на Метелкина. Давай с нами. У нас флешмоб полный голяк. А что это? Ровно в три часа перед началом совета все одновременно девчонки задерут кофточки, а парни спустят штаны. А зачем? Ну как, мы хотим помочь Артему Евгеньевичу. Он увидит голых девочек и мальчиков, и это ему поможет? Она реально тупит и прикидывается. А, Нан, во-первых, абсолютно голыми никто не будет. На всех будут эти трусы и что у вас там, бюстгальтеры. А во-вторых, это такая форма протеста. Я понял. Она стесняется. Ты что, стесняешься? А как это? Ну, это когда тебе не хочется показывать свое тело постороннему. Может быть, у тебя просто не все как у людей? Я не стесняюсь, и у меня все так, как у людей. Да, пух, дожди ты ты. Ровно в три часа. Слушай, а ты что, совсем-совсем что ли не стесняешься? Ну, в общем, мы все подключили, так что трансляция теперь обеспечена. Вы такие молодцы. Спасибо. А может, на ты перейдем? Хорошо. А вы… Ты давно с профессором Даровым работаете? Работаешь. Да, давно работаешь. Ну, это еще кто с кем работает. У меня столько изобретений, что Дарова не снилось. Правда? Ну, в данных технологиях, ну, в принципе, нет мне равных. Я, можно сказать, сам себе профессор. Скоро на Нобелевку пойду. Наверное. Вы такой молодец. Да почему опять на «вы»? Ну, все-таки вы почти профессор. Нобелевка. Ну, это еще не скоро. Давай все-таки на «ты». Ну, даже не знаю. Еще полчаса осталось. Мне на совет пора бежать. Ну, и что? Ну, у нас перед советом будет флешмоб. И я не могу подвести ребят. Ну, пойдем тогда. Не-не-не. Вы здесь посидите. Подождите меня. Я скоро буду. Сока взять еще? Да-да-да, Сока. На. А если нашу трансляцию на все факультеты запустить, что для этого нужно сделать? Подключиться к сети этих факультетов. А-ха-ха. Метелкин тормоз. Мы сегодня всем покажем наш флешмоб. Метла. Отличный стульчик. Ну, и костюмчик ничего. На прокат взял. И стульчик, и костюмчик. А главное, прическа теперь подходит к костюму. Да при чем здесь прическа? Я ж флешмоб буду комментировать, а не научную передачу вести. Костюмчик, правда, узкая от малости. Ну, ничего. Главное – событие. Ну-ну. Олег, а я могу тебе чем-то помочь? А-а-а, не-не-не. У меня все готово. Мне только с камеры осталось запустить и все. Ладно. Уда… Удачи тебе. Мы пойдем прямой эфир обеспечивать. Угу. Будет круто! Ну ладно, пошли. Ну что, Гендос, к разврату готов? Готов. А ты в последний момент не сдрефишь? Я как все. Только точно, ровно в три, где бы ты ни был, да? Ну, я же тут. Не-не-не-не-не. Ты мне скажи, я не мужик буду, если ровно в три не сниму штаны, где бы я ни был. Я же говорил уже. А ты повтори. Хорошо. Где бы я ни был, ровно в три часа сниму штаны. Устраивает? Молодец, Гендос. Настоящий мужик. Ген, тебя Когут зовет. Куда зовет? В деканат, к себе. Час. Минут через десять. Она сейчас зовет. Срочно. Ген, Когут, это серьезно. Давай, иди. Ладно. Ну что, я все правильно сделала? Сегодня студенты факультета… Сегодня студенты факультета журналистики в знак поддержки педагога Артема Евгеньевича Скворцова проводят флешмоб. Вызывали, Ольга Алексеевна. Нет, Федулов, не вызывала. Фух, тогда я пошел. Но очень хорошо, что вы зашли. Вы, конечно, знаете, что сегодня мы будем обсуждать поведение Скворцова. Ну, типа знаю. Прекрасно. И надеюсь, что вы выскажете свое независимое, так сказать, обличительное суждение по этому вопросу. Ольга Алексеевна, я спешу. И я спешу, без нас не начнут. Ой, начнут, Ольга Алексеевна, ой, начнут. Ну, что вы дергаетесь, Федулов? Серьезный разговор. У вас большое спортивное будущее. И я советую вам поддержать деканат. Ольга Алексеевна, мне нужно. И мне нужно. Мне нужно, чтобы все студенты как один осудили недостойное поведение Скворцова. Ольга Алексеевна, мне очень нужно. Да что нужно-то? Выйти. Наши камеры установлены в самом центре событий. Федулов, вам же не три года. Потерпите пять минут. Так вот, вы серьезный студент, спортсмен. У вас большие перспективы. И если вы поможете нам организовать группу… Я не могу. Не можете что? Не могу больше. Мне выйти надо. Сейчас вы станете свидетелями уникального события. Уникального события. Федулов. Федулов, вы что? Вы прямо здесь, что ли? Да иди, если вам так приспичило! Да вы с ума сошли! Идите! Поздно! Федулов! Ольга Алексеевна, поведение Скворцова в отношении его ученицы переходят всякие грани. Юрий Сергеевич, Юрий Сергеевич, это совсем не то, что вы подумали. Это… это совсем… Мне вдруг… Ой, думать нечего. Тут все предельно ясно. Извините. Итак, вы все видели сами. Студенты факультета журналистики сделали это! Артем Евгеньевич, что это было? Очень похоже на флешмоб. А что сие означает? Коллективное действие или коллективное безумие? Да. Артем Евгеньевич! Опять ваши штучки? Что вы себе… Что вы себе такое позволяете? Ольга Алексеевна… Вы меня тут не ольгайте! Что вы опять за безобразие тут устроили? Я этого не устраивал. Возмутительная беспардонность! Сначала банданы, потом без штанов! Так вы учите, молодое поколение! В мои годы я бы называлась порнография! Да я вас на доконате! Нет, я вас на ректорате! Ваше право, Ольга Алексеевна! Вы что? Вам надо, чтобы весь институт подожгали? Вы хотите взорвать все тут? Вы уже перегибаете палку, Ольга Алексеевна! О каком поджоге вы говорите? О каком? Успокойтесь! Прошу вас! О каком? О каком? Вот! Вот каком! Пожар! 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 Паша, только пожарным! Да метелки! Да куда? Пожар! Пожарным! Сохраняй спокойствие! Пожарных, Малада! Пожарных не надо, я все потушила! Ты зачем туда полезла? Я бы и так все сам сделал! Что там? Что там горит? Уже ничего! Огня не было, только дым! Что вы там устроили? Прямой эфир! Журфак рулит! Бесобразие! Я вам покажу, кто тут рулит! Ольга Алексеевна, я все исправлю! Завтра! Завтра не будет! Не знаю. Завтра не будет! Наталья Ильична, я не знаю! Попробован. Друзья, я не знаю. Вдохнов на охрану! А-а-а! Да ты что? Нафига себе! Ты что, прям так и вытащила? О-о-о! Ес-ес-ес! Слушай, ну ты прям Бэтмен какой-то! Ничего особенного. Нет, особенно! Теперь он уж точно должен меня простить! У меня! Да, одно и то же! Я запомню. Леонид Борисович? Не понял. В чем дело? Так, стойте спокойно. Я и не причиню вам никакого вреда. Эй, вы что? А, ну ты что делаешь-то, а? Ты обалдел что-ли совсем? Это же шерсть настоящая, качественная. Вот, пожалуйста, посмотри, вот, пыль налипла уже, а? Ну ты подумай. Ай, ты вообще вот головой бы своей думал, прежде чем руками размахивать. Вы кто вообще? Хм! Нет, ну первый раз надел, а? И вот, пожалуйста, ты бешеный, прям, честное слово. Так, ладно, я не знаю, что вам от меня нужно, но мне от вас точно ничего. Мне от тебя тоже ничего не нужно. Вот. Уберите руки. Ты посмотри, а? Вот, видишь, по краю уже ворс пошел. Ты видишь, вот, посмотри, что ты наделал. Все, уберите вы ее! Я говорю, посмотри, что ты наделал. Вот как я это носить теперь буду? Слушайте. Что вы ко мне пристали? Что ты ко мне пристал? У тебя есть то, что тебе не принадлежит, поэтому верни. Пожалуйста. Я сейчас не об этом. О чем? Ты знаешь. Мужик, ты вообще-то нормальный, а? Я-то нормальный. А вот ты что-то сейчас дурака какого-то включил. Короче, или ты вернешь, что тебе не принадлежит, или будет хуже. Ну, мне нравится. По-моему, так лучше, как ты считаешь. Нет, так хуже. Тебе не идет. А мне идет. Ты что, издеваешься? Нюночка, доченька, ты встала? Да. Да. С кем это ты? У тебя что, гости? Это я по телефону говорю. Говорила с Алиской. Ясно. Ладно, я побежал. Буду поздно. Не скучай. Пока. Пока. Я ему, Николай Степанович, прямо намекнул. Мол, да, отдавайте, отдавайте то, что вам не принадлежит. А он, видите ли, делает вид, что он не понимает, о чем идет речь. Да он понимает. Нельзя. Нельзя недооценивать противника. Ну, что ж. Тогда приступаем. Приступаем. А… А к чему? Не поняла. А ты куда это собралась? К Артему. Буду поздно, не скучай. Ничего подобного. Это я к нему иду, а ты сиди дома. Ну, я… Не перебивай меня. Так. У меня и так голова забита, так что… А сегодня еще такой разговор предстоит. Так что… Сиди дома. Сиди дома. Задача сиди дома исключает возможность стоять, ходить по комнате, лежать на диване. Что противоречит стереотипу поведения. Значит, задача поставлена некорректно. Вывод. Задачу можно не выполнять. Винни, види, спиди. Что на латыни означает? Да быстрей ты, тормоз! Я не тормоз. Я аккуратный. Опа! Я ключи забыл. В заднем кармане у тебя. Парни! Швабру забыли. Ты стой на стреме. В случае опасности… Пой! А? Я не буду петь! И это еще почему? Ну, у меня плохо получается. Мы тебя что, на Евровидение что ли отправляем? Пой, как получается. А что петь-то? Пой что-нибудь неподозрительное. Неподозрительное… Секунду! Колесникова, здравствуйте. Здравствуйте, Артем Евгеньевич. Ну, в общем, я не знаю, что вам сказать. Я тоже не знаю, что вам сказать. Интересный диалог. Жаль его прерывать, но у меня, к сожалению, совсем нет времени. Прости. Погодите! Ну, я… Честное слово, я не знаю, как этот диск попал в когут. Но я его не передавала. Ну, правда. Ну, пожалуйста. Давайте мириться. Ага. Послушайте, хватит. У меня, правда, нет времени. И желаю вам удачи на помощи новых журналистских расследований. И так, я хочу услышать ответ. Что означало вчерашнее ваше поведение? Как люблю я вас! Что? Как боюсь я вас! Федулов, ну, что вы дурачка-то из себя строите? Я же с вами серьезно разговариваю. Вчера, в моем кабинете, вы устроили хулиганскую вакханарию. Это ж надо придумать! Снять штаны в присутствии женщины! Да со мной еще ни один мужчина так себя не вел. Откройте! Откройте! Слышите? Я все равно отсюда никуда не уйду! Открывайте! Колесенька, я что, неясно выразился? Почему? Ясно! А теперь выражусь я! И смейте заклопывать перед моим носом дверь! А если захотите закрыть, сломайте мне ногу и будете отвечать! Хорошо, у вас полминуты. Начинайте! Я не знаю, почему вы свиреете при одном моем виде, но… Повторяю вам по слогам. Диск я когут не передавала. Если вам и этого мало, то ничем не могу вам помочь. Потому что вы верите в то, что напридумывали. Потому что вам так удобнее. А на других вам наплевать. Вам на всех наплевать. Вы… Вы… Да я знать вас больше не хочу. Безчувственный чурбан. Ага! Ребята! Ты представь, что за тобою… Слушай, ты… Тенор не доделай. То меня сейчас фальцетом запоешь. Пой только в случае опасности, если когут придет. Понял? Ну, что вы, прилепли к этой двери, отойдите. А ну, отойдите! Все. Пальво. Нина, подождите. Так, кто туда входил? Да, кто туда мог войти? Не обойдется. Это я случайно задел этой ягодичной мышцей. У меня ягодичные мышцы хорошо развиты. Я это уже вчера имела честь лицезреть. Вы что, продолжаете издеваться? Федулов! Почему издеваться? Смотрите! Ну, Федулов! Я вижу, что в вас нет ни на йоту осознания всей аморальности вашего проступка. И говорить с вами бесполезно. Видимо, придется прибегнуть к языку выговоров с занесением в личную карточку. Пойду прибегну. Кажется, уходит. А вот теперь Пальево. А вот теперь Пальево. Короче, он бежал со мной метров сто. А может быть, может быть, даже двести. В общем, представляешь картину. Он бежит, а я газую. В общем, почему я не остановилась? Нан, слышишь? Нан. Нина, можно? Я хотел сказать, ну, да че ж с ним с этим детьми? Ну, попал он когуту и попал. Да и неважно как. В общем, я был неправ. Конечно, неправ. Вот. Только плохо, что ты так долго не признавал свою неправоту. Я. Ну, как же. Если бы ты попросил прощения раньше, не ходи бы такой злой и хмурой. Прощение? Мне у тебя? Ну, да. Ты считаешь, что я должен попросить прощения у тебя? Ты себя ведешь сейчас как-то странно. Как ты себя чувствуешь? Замечательно я себя чувствую. Мне кажется, тебе плохо после вчерашнего пожара. Да при чем здесь пожар, Нина? Ну, как же. Ты надышался продуктами горения. Ты очень долго пробыл в эпицентре. И сейчас ведешь себя как-то неадекватно. Я веду себя адекватно. А вот ты, по-моему, специально выводишь меня из себя. Нет, я пришла объяснить тебе, что ты был неправ и поддержать тебя. Да, тебе это удалось. Я рада. Так, что это там за шум? Где? Там, за дверью. Что? Федулов, я ясно слышала шум за дверью. Нет. Это с улицы. Я сначала тоже подумал, странно. Шум какой-то. А потом понял. С улицы. А ну-ка. Хороший замок. Двойной. Ольга Алексеевна. Ольга Алексеевна, к вам пожарный инспектор пришел. Прекрасно. Федулов, до моего возвращения с инспектором никуда не отлучаться. Стойте и следите, чтобы никто вовнутрь не проник. Извините. Лена, зачем вы впустили сюда этого человека? Но у него удостоверение. Потребнадзора? Но потребнадзор проверял нас всего месяц назад. К сожалению, мои коллеги в прошлый раз проверили не все. Я должен буду закончить проверку. Проходите, пожалуйста. Спасибо, спасибо. Должен сразу предупредить вас, Ольга Алексеевна. Я намерен осмотреть все помещения, ни одну комнату. Поскольку ведомственные инструкции ужесточились. Да-да-да. Может, чай, кофе? Спасибо. Уже пил. Уверяю вас, вот у меня здесь все в полном порядке. Вот и посмотрим. Посмотрим. А может, мы сразу пройдем в то помещение, ради которого пригласили? Ольга Алексеевна, не отвлекайте меня. Я этого не люблю. Дойдет очередь и до других помещений. Записывайте. Расшатанная розетка. Это раз. Не наблюдаю датчиков задымленности помещения. Это два. А у нас есть датчики нагрева помещения, которые на температуру реагируют. Вот мы и проверим, как они реагируют. Датчики температуры не работают. Это три. И не вижу, не вижу, кто конкретно отвечает за противопожарную безопасность этого кабинета. Это четыре. Ольга Алексеевна, четыре. Согласно установленным требованиям, высота рабочего стола должна составлять 720 миллиметров, а у вас 733. Нарушение. Ну это серьезно? А то как же. Итак, смотрим далее. Рабочее место должно быть оборудовано специальной подставкой для ног, шириной не менее 300 миллиметров, глубиной не менее 400, имеющей регулировку по высоте в пределах 150 миллиметров и по углу наклона опорной поверхности подставки до 20 градусов. А у вас? Может, хватит уже? Не понимаю, почему вы кипятитесь. Таковы правила. Смотрим далее. Рабочий стол из стекла. Согласно инструкции, если рабочий стол сделан из стекла… Слушайте, я не хочу принимать участие в этой комедии. Закончите проверку. Пожалуйста, оформите претензии в песенном виде. Закончите проверку. Ну вот, я думаю, что здесь ты сможешь найти любые материалы для своей статьи. Так это и есть твоя лаборатория. Ты что, испугалась, что ли? Чего я не испугалась? Просто неожиданно. Какое чудо. Ну ладно, рассказывать не испугалась. Ну что, я дурочка? Голограмму бояться. Ну это же... Наноголограмма. А чем они отличаются? Ты... Ну вот. Ты привез меня сюда, чтобы напугать? Ну почему же? Так. Так. Надо успеть до инспектора. Тогда работаем, работаем, не стоим. Блин, не оттирается, а. Да, у меня тоже. Ты что, с дуба рухнул? Разъезд же все. Не разъезд. Я тебе говорю, разъезд. Вы что, разорались? Я думала, лаборатория не так выглядит. Но главное ведь не форма, а содержание. Я понимаю, но все равно. Я, конечно, догадывала, что у ученых сейчас трудное время. Но чтобы так... А мы ученые не боимся трудностей. А, класс. А у тебя есть еще что-нибудь интересное? Да, много всего. Наноголограммы — это всего лишь так, детские игрушки. Пойдем посмотрим, что там. Да. Да, Николай Степанович? Нет, все в порядке. Веду наблюдение, да. Да. Конечно, Николай Степанович. Буду вам докладывать. Да. Да, всего доброго. Блин. Не оттирается. Слабое средство, а? А ты разъезд, разъезд. Так и разъела. Только все равно не оттирается. Сейчас бы бабу. Ты совсем сбрендил, да? У тебя только баба на уме, что ли? Нам вот это оттирать нужно, а ты со своими бабами. Так я ж и говорю. Бабы, они знают, как оттирать. Может, мы средства используем не то, или еще что-то. Так, может, надо, надо у них и узнать. Точно. Позвоню-ка я Динке. Она баба, девчушка сообразительная. Алло, Дина. Что, вообще не оттирается? Ну, я тогда не знаю даже, чем вам помочь. Ребята пытаются оттереться в редакции стену и пол, ну, там такая гарь, что… Вот. Бесследно удалит все, что угодно с любой поверхности. А что это? Мое недавнее изобретение. Еще мечта со школы. Наногель для стирания оценок. Ой! Двоечник. Да он что там, с дуба упал? Если мы не устраним недостатки до завтра, этот проверяющий грозится опечатать офис. Ло-ло. Завтра приезжают японцы. Значит, нужно устранять. Давай-давай. Дурдом какой-то. Еще не хватало, чтобы за этой чепухи мы потеряли контракт. Я ничего не понимаю. Да? Да ты че? И бодренько, так заразительно, маршеварно тут, а? Какая у вас в здании система пожаротушения? Дренчерная или спринклерная? Ну, я не знаю. О, Ольга Алексеевна, видите? А ведь наверняка считаете себя интеллигентным человеком. Записывайте, Леночка. Записывайте. Я записываю записанную. Ольга Алексеевна, позвольте вас отвлечь буквально на одну минуту. Не сейчас. Вы же видите, я с товарищем инспектором. А я, конечно, могу ошибаться, но я думаю, что товарищу инспектору это будет очень интересно. Это касается противопожарной безопасности. М-м-м, вот как. Да, вы знаете, мы решили создать общество добровольных помощников доблестной пожарной службы. Что-что? Ну, по принципу народной дружины. План таков. Мы собираем молодежь с активной жизненной позицией и зычным голосом, чтобы, если что, можно было закричать... Пожар! Вот, пожалуйста. Мы расставляем их на расстоянии 15 метров друг от друга по коридорам в дополнении к датчикам дыма. Кроме того, мы сбрасываем из окон канаты для экстренной эвакуации студентов. Ну, а для преподавательского состава у нас будут удобные веревочные лестницы. Ну, что вы несете? Товарищ инспектор, нам уже пора. Пойдемте. Нет-нет-нет, подождите. Вообще, идея здравая. Если немножко доработать, вы продолжайте, продолжайте. А вы, Ледочка, записывайте. Я записываю, записываю. Ну, а назовем мы наше общество «Анти Прометей». Что-что? Анти Прометей! Что за бредовое название? Почему эта бредовая? Прометей, согласно древнему мифу, дал людям огонь. Я знаю эту историю. Но только использовать это название для... А по-моему, название неплохое. Я сам всегда недолюбливал этого типа. Продолжайте. А со временем к нашему обществу присоединятся и другие учреждения. Воспитательные. Так. Образовательные. Лечебные. Больницы, поликлиники. Думасшедшие дома. Да. И просто психушки. Наш почин распространится на весь район. На весь город. А в перспективе и на всю страну. А возглавите это общество вы, Ольга Алексеевна. Кто? Я? Вы. Да ни за что. Согласен. Ольга Алексеевна, к сожалению, не обладает для этого достаточными качествами. Она явно недооценивает всю важность противопожарной работы. Так что, если нужен руководитель, обращайтесь. А теперь идемте. Где тут у вас ваша проблемная комната? По пути заодно осмотрю и коридор. Так, проводка в идеальном состоянии. Розетки тоже. Пожарная сигнализация порядки. Так, план эвакуации имеется. А уж чистота. Ольга Алексеевна. Да это просто образцово-показательный объект. Доведите это до сведений ответственных. Записывайте, Лидочка. А эти снимки я теперь буду показывать как пособие. Очень рада. Очень рада. Думаю, недельки на устранение недостатков вам хватит? Думаю, да. Вот и действуйте, Лидочка. До свидания. А выход я найду сам по плану эвакуации. Многолетняя привычка. Всего доброго. Всего доброго. Ну и где ты была, если не секрет, конечно? В институте. Я же тебя просила не выходить. Ты поставила задачу сиди дома. Задача сиди дома исключает возможность стоять, ходить по комнате, лежать на диване, что противоречит стереотипу нормального поведения. Значит, задача поставлена некорректно. Вывод. Задачу можно не выполнять. Нана, что ты делаешь? Ничего. Как это ничего? Ты хитришь. Ты выкручиваешься. Откуда это у тебя? По техническим причинам сегодняшний выпуск отменяется. Извините. Сторные белые, бежевые тона И больше нет сил раздевать Оранжево-жгучие мучают кружева За ними не тянется глаз Закончились рифмы На ю и на уст Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова